Виталий, приветствую тебя! Традиционно понедельник мы с тобой этим эфиром совместно начинаем неделю. Есть у нас возможность оценить легкими такими мазками, как была закрыта прошлая неделя и взглянуть на перспективу по тем рекомендациям, которые мы даем, точнее через те рекомендации. Как тебе в целом движение на финансовых рынках? Мы с тобой детально в прошлый раз обсуждали вакцину от Pfizer, пришли к выводу, что может быть штука неплохая, возможно, если все будет замечательно, она все-таки сможет помочь преодолеть, справиться с пандемией. Но на это потребуется очень много времени, а за этот период произойдет с рынком, в принципе, за день может все что угодно произойти. А если ожидать широкого распространения вакцины на ближайшие полгода, за шесть месяцев мы можем увидеть такое ралли, которому, в принципе, и подготовиться будет невозможно. Ну, а в целом, ты как, остаешься оптимистом? Ну, смотри, я, это вопрос, знаешь, как бы на совсем долгосрок и оптимистом с точки зрения того, что будет ли вот эта вакцина результативной и в итоге, например, фондовый рынок, получит ли он базу для восстановления, скажем, в первом полугодии 2021 года? Или все-таки ты считаешь, что вот этот страх и паника, опасения из-за ковида, они останутся основной силой, движущей на площадках? Ты как думаешь? Ну, скажем так, смотри, мы знаем, что новость учитывает все, да, рынки. И сейчас новость пришла на рынок, рынок позитивно. Пошла позитивная реакция, рынки растут, S&P растет, NASDAQ растет, Dow Jones растет. И пока это позитивная новость, рынки отрастут, а когда придет уже, скажем, ближе к какому-то времени, то рынок уже там рассудит. Даже когда она уже появится или будет там еще и еще новая информация, еще и еще, это рынок уже учел, скажем. И я думаю, что не будет каких-то супер каких-то реакций, еще там более долгосрочного роста. Итак, мы находимся сейчас на пике и смотрим, да, два S&P 500 посмотрим. И, скажем, вот 2020 год. Весна, лето, экономика, скажем, не в лучшем состоянии, а S&P мы видим чуть ли не каждый месяц новый хай. И, как я люблю такое говорить, меня учителя учили, что по фондовому рынку, что есть понятие как реальный сектор и есть виртуальный сектор. Фондовый рынок – это у нас виртуальный сектор. И он зависит от денег, которые вкачали, скажем, в рынок. И если он много денег есть, напечатали ФРС, да, а на сегодня у нас движущая сила на финансовых рынках – это ФРС, там немножко ЕЦБ, конечно, и Банк Японии. Есть деньги, рынки растут, нет денег, рынки не растут, потому что есть свободные деньги в банках, да, и они куда будут инвестировать деньги. Понятно, в реальный сектор, там, в любое направление, оно сейчас убыточное, да, туризм, да, или там предприятие, или машиностроение, оно же практически все, там, возможно, где-то небольшой плюс. А здесь, скажем, просто все растет, почему бы не профинансировать, скажем, в таком формате. Вот так я смотрю на этот рынок. Я, в принципе, абсолютно согласен, то, что очень многое, да, практически все действительно зависит от того, сколько денег приходит на финансовые рынки, от каналов этих средств, самый простой сейчас, в принципе, способ прикинуть, что может быть с фондовым рынком, оценить, сколько денег в него вольют вот те же самые полгода, ближайшие, о которых я сказал. И здесь, друзья, нужно смотреть именно на то, что с мировой экономикой дальше будет делать ковид. Если вы считаете, что это напускная угроза и проблем нету, я вам советую пересмотреть свою точку зрения, потому что отрицать негативное влияние ковида сейчас, ну, это совсем неправильно. И то, что произойдет с мировой экономикой в ближайшее время, никто не знает, но я могу точно сказать, что будет, скорее всего, хуже, чем сейчас. А, значит, будут те шаги дополнительные, которые ожидаются, которые мы видели, в принципе, большую часть 2020 года от центральных банков, правильно Виталий сказал, ФРС, действительно, это самый мощнейший печатный станок. И власти США, которые сейчас должны вот-вот одобрить пакет экономических стимулов, если бы не было предвыборной гонки, которую мы ждали, месяц целый, потом, собственно, она наступила, выборы прошли, до сих пор не знаем имя американского президента. Неопределенность, она и сдерживает решительность Конгресса по тому, чтобы одобрить новые деньги. Но эта неопределенность пройдет, и деньги будут. Поэтому, в целом, да, я тоже смотрю на фондовый рынок с позиции того, если деньги придут, и их будет много, продолжится рост. В противном случае тенденция будет иной. Ну, скажем, как отметил один аналитик, я помню, даже можно по графиках посмотреть, вот если ФРС там вливает деньги, рынок растет. Если оно немножко изымает ликвидность рынка, оно делает коррекцию S&P 500, потом снова вливает, потому что нужно рынок, то есть там можно сравнить. У меня где-то были графики сохраненные, очень-очень сильно видно. Ну, самое главное, даже знаешь, что вот на сегодня вот есть такая теория захвора, что когда-то Америка кинет всех на деньги в формате на доллары, потому что у них, мы знаем, на сегодня есть очень-очень большой госдолг, да, это практически там триллионы денег. И есть варианты, что могут всех кинуть на эти бабки, они себе сделают там в Северной Америке какую-то новую валюту между Канадой, там США, возможно, и Мексикой. И, скажем, всем вот это будет, скажем, вот это самая главная проблема будет. Откуда S&P пойдет, вверх или вниз, поговаривают, что вот когда она закачает себе все ресурсы, которым в Америке не хватает на сегодня, это там нефть, у них там большие нефтехранилища по полной программе других там ресурсов, им за это никто ничего не сделает, потому что у них самая сильная армия в мире, самый сильный флот. Вот, поэтому вот это самая сильная проблема, то есть, я как считаю. Так, ну что, давай тогда к нашим рекомендациям и идеям. Я также хочу добавить, что, друзья, если вас интересует и вы озадачились вопросом, как понять, ждет ли рынок этих денег дополнительных или нет, смотрите на фондовый рынок. Если он растет, значит, конечно же, он ждет, особенно если этих решений пока что нет. И то же самое, если вам не нравится, может быть, S&P, надоело наблюдать на максимумах, и вы постоянно спрашиваете, как такое может быть, как фондовый рынок может находиться на максимумах, когда в день по 180 тысяч новых случаев заболевания и все прочие рецепции американской экономики. Такое может быть, друзья, и только что мы ответили, что это все как бы пузырь, который надувается за счет вот этих денег. Второй инструмент, который позволит понять, давай демонстрацию туда экрана, который может ответить на вопрос, ожидает ли рынок новые деньги или нет, это индекс доллара. Если американская валюта снижается, значит, можете смело сказать, что индекс доллара поджимает ситуацию на долговом рынке. Если американские облигации все-таки не растут по доходности, значит, как раз есть риск инфляции. Если хотите разобраться, что это такое, смотрите элементарный экономический термин и понятие, вы поймете, как взаимосвязан. Доллар, доходность американских десятилетних трежерис и риск инфляции. Сможете легко убедиться в том, что взаимосвязь вот этих трех компонентов, она незыблемая. То есть не может быть такого, что доходность американских облигаций снижается, а доллар при этом растет. Такого никогда не было. И сейчас, в принципе, мы наблюдаем довольно логичную картину, которая была ожидаемая, прогнозируемая. Я много раз рассказывал, что индекс доллара нужно продавать, обязательно ему нужно шортить, потому что американская валюта заряжена на еще большее снижение. Индекс доллара будет уже не таким интересным на продаже и, может быть, даже создадутся условия для того, чтобы рассмотреть этот инструмент на покупке только после того, как будет закрыт вопрос с ковидом и после того, как ФРС сообщит о готовности приступить к постепенному повышению процентных ставок. Но, как вы все прекрасно понимаете, если следите за фундаментальным фоном, в 2021 году это точно не произойдет. Поэтому нужно шортить. Индекс – это такая глобальная тенденция. Призываю действовать, тем более, что инструмент действительно классный, низковолатильный. Если формируется тренд, то он довольно мощный и нет свопов. Так, если снижается индекс американская валюта, что происходит с рисковым инструментом? В прошлый раз я давал рекомендацию на покупку евро-доллара, но вот, к сожалению, коротковатый стоп взял, до него мы добрались, и после чего произошел разворот. Здесь ожидания по росту рисковых инструментов точно такие же, такие трендовые, мощные, как и по ожиданию слабости доллара. Европейская валюта сейчас котируется на отметке 1.1858, и тоже это глобальная тенденция. Я не то чтобы сегодня прям хочу анонсировать перспективы покупки евро, хотя признаю, что такие есть, европейскую валюту нужно покупать. Но здесь нужно просто исходить из того, что сейчас на слабом долларе будет расти весь риск. Конкретно рекомендацию, которую я хочу сегодня дать, она по новозеландству. Мне сейчас этот дуэт новозеландского доллара очень интересен, потому что мы находимся на максимуме, получается, с марта, друзья, 19-го года, больше, чем за 20 месяцев. И сейчас здесь рост новозеландцев, он происходит не только благодаря слабости доллара, но и потому что на прошлой неделе, когда новозеландский доллар обновил этот многомесячный максимум, это была реакция трейдеров на решение Резервного банка Новой Зеландии по параметрам денежных кредитных политики. Ставку там оставили на прежнем уровне, однако регулятор сообщил о готовности начать с декабря раздавать коммерческим банкам ликвидности на 25 миллиардов новозеландских долларов сроком на 3-6 месяцев под нулевую процентную ставку. Это своего рода аналог программы количественного смягчения. То есть Резервный банк Новой Зеландии мог снизить процентную ставку до минус 0,1%, но не пошел по этому пути, потому что решил, что отрицательные процентные ставки, они больше сопряжены с риском для экономики, потому что тормозят потребительскую активность и так далее. И те, кто следил за новозеландским долларом с точки зрения фундамента, раньше ставили на то, что новозеландский доллар может очень сильно просесть из-за как раз вероятности снижения ставки ниже нуля. Но поскольку регулятор признал, что сейчас таких решений не будет, я думаю, что новозеландский доллар нужно смело покупать и ждать там отметки 0,70. По текущим уходить рискованно, поэтому я предлагаю сделку Болим с уровня 0,6840, стоп-лосс 0,6790, ну и, соответственно, тейк-профит на отметке 0,70 и чуть повыше. Фондовый рынок, ну вот сегодня хотел бы, я вот посматривал еще в конце прошлой недели дать рекомендацию, но вот, к сожалению, мы сейчас настолько высоко находимся уже на новых максимумах, ну практически новых максимумах, что, пожалуй, сегодня я воздержусь от каких-то рекомендаций по S&P, отложим до следующего эфира, там будут тогда сделки. Поэтому сегодня резюмирую, ставить нужно снижение индекса американской валюты и, соответственно, работать с рисковыми инструментами. Какие рисковые активы вам больше по душе выбираете, там евро в бай, либо новозеландец. Но новозеландец сейчас еще интересен тем, что есть национальный фон именно по действиям регуляторов. Наверное, сделка будет более перспективной. Виталий, слово тебе передаю. А что там, кстати, по ковиду в Новозеландии, в Австралии? Не в курсе? А то мне попадалась картинка, там заболеваемость Северная Америка, Европа, Австралия какая-то… То же самое. То же самое, да? То же самое. Рост случаев каждый день. Еще не рекордные показатели, дай бог, чтобы их не было. Но вот, к сожалению, тенденция растущая. Ну, смотри, я на сегодня, в принципе, согласен с твоими идеями. Аналогично смотрю на снижение индекса доллара. Ну, как бы хороших точек хода нету по нему. Сейчас в шорт он в движении. Аналогично евро-доллар. В прошлую среду, когда мы обсуждали евро-доллар, я говорил о шортах. Он немножко снижался, но это все-таки получилось только коррекционное движение, около 50 пунктов, в зависимости, где смотреть. Я удерживал шорт идею до пятницы, до вечера, и понял уже где-то около 5-4 вечера, где-то 4-5 вечера в пятницу, что все-таки, наверное, я ошибся шортом, и я полностью выходил из шортов по данным инструменту и видел только ланги, и по остальным инструментам аналогично. Поэтому пока придерживаюсь кланга по евро. То есть можно, как и из текущих покупателей, ждать какую-то коррекцию возможную. Если картинка будет уже там меняться, пойдет какой-то сильный импульс вниз, то там уже можно будет говорить о каких-то шортовых идеях в район 1.16. Но на данный момент пока здесь лонг. Аналогично индекс доллара смотрится. На сегодня хотел бы дать идею. Вот ты дал новозеландский доллар, я бы хотел дать австралийский доллар покупку. Здесь есть небольшое, мне кажется, вот это накопление, которое у нас образовалось за последнюю неделю торговую. Я думаю, что здесь возможно рассмотреть покупочку тоже с хорошим ростом. Конечно, цены на текущий момент, я даже сам хотел писать своим подписчикам сегодня покупки, но пошел рост уже ночью. Даже хотел там с пятницы еще писать или ночью сегодня. Думаю, да ладно, подожду, пропустили вот это движение. Но я думаю, что можно начинать покупать с текущих небольшим объемом. Если пойдет коррекция где-то в район там пунктов 30-40, тоже можно докупиться. То есть разбить ордер на две части, с текущих купить и купить на сегодняшних минимумах Азии со стоплосами за вот этот минимум, который был у нас в пятницу. И рассчитывать, что с этого накопления у нас произойдет хороший рост, ну, пунктов там 150-200, возможно, и больше. И плюс аналогично фунт-доллар. Фунт, конечно, мощная волатильность. Да, можно. Да, мы, кстати, неплохо получилось словить шорт-идею. Получается, в среду писал ребятам в канале, что здесь рисуется шорт. Конечно, он там не супернадежный, но он отработался, потому что здесь просто там по дивергенции шортили, без моделей. Там почти 200 пунктов отпадал. Аналогично похожая картинка, как по австралийцу. Вот у нас есть вот это накопление, начиная с 6 ноября, вот дальше там 9. Вот это все накопление, я думаю, что оно должно, по идее, стрельнуть аналогично вверх, в район там 1.35. Поэтому аналогично можно купить с текущих небольшим объемом, там полобъема, который вы стандартно торгуете, и при снижении там пунктов 50 вниз с текущих, это в район там 31.75 приблизительно, можно докупиться аналогично со стоплосами за 5-тичный минимум. Здесь потенциал должен быть хороший, там 250-300 пунктов. Это то, что на текущий момент показывает фунт-доллар. И по остальным парам аналогично показывается, скажем, по снижению индекса доллара. Так, ну ты закончил, да? Да. Отлично. Ну, видишь, как мы с тобой одинаково сейчас смотрим аналогично. Я думаю, что это объективный взгляд и с точки зрения техники, и с точки зрения фундамента на то, что происходит с американской валютой. Поэтому в таких условиях, друзья, не нужно мудрить, ничего выдумывать. Пока рынок дает возможность работать вот по таким локальным трендам, работайте. Не нравится австралийцы, новозеландецы, не нравится там евро и фунт. Выбирайте другой риск, там тенденция будет аналогичная, потому что все пляжется сейчас от доллара. Виталий, спасибо тебе, что подключился сегодня. Следующий эфир у нас в среду. Тебе о хороших тогда торговых дней, и в среду поговорим уже о конкретной рыночной ситуации. Все, пока, удачи. Пока. Пока.